Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 февраля, и сегодня Церковь чтит память трех великих святителей. Этот праздник в Церкви так и называется День Трех Святителей. День памяти вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Действительно, это великие святые, которые сформировали в сложный период церковных споров о личности Иисуса Христа, ту терминологическую базу, тот фундамент богословский, который позволил правильно славить Христа и сформировал для будущих поколений богословов основы христологического учения. Соответственно, мы сегодня прославляем их, и в этот день, конечно же, читаем отрывок, который читается в Дне памяти святителей. Это послание к евреям святого апостола Павла, глава 13, стихи 7 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающимися ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносятся первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана. То Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем послание святого апостола Павла к евреям. Этот отрывок обычно читается в день памяти святителей. Сегодня мы чтим аж трех великих святых, святителей, просиявших в лике с архиерейском, то есть епископском сане, просияли в подвиге управления церковью и назидания церкви словом, словом проповеди и словом богословским в том числе. Соответственно, апостол Павел сегодня говорит, повинуйтесь и поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И действительно, церковь впитала в себя эти слова апостола Павла, и, конечно же, мы поминаем наставников, поминаем наших духовных наставников, наших святых небесных покровителей, и чтим, чтим неуклонно и непрестанно их память, их опыт, пытаясь творчески переосмыслить их подвиг в современном нашем бытии, назидаясь их подвигом, двигаться в условиях нашей современной жизни. Но без памяти это невозможно. Поэтому апостол Павел четко дает установку. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Мы должны подражать их вере. И здесь апостол Павел четко нам дает понять, что не слепое копирование, не простая механическая, как у попугаев, заученная повторение каких-то терминов, каких-то слов, а именно глубокое переживание в контексте нашей веры, в контексте наших живых отношений с Богом, их слов, их жизни. Подражайте вере их прежде всего, говорит апостол Павел. Действительно, это, наверное, самое главное. Подражайте вере. И то, как они верили. И тем более в день памяти трех святителей, ибо они показали нам высоту, к которой каждый христианин должен стремиться, высоту богословского знания, которая необходимым образом сопряжена с практической реализацией этих идеалов, этого богословия. Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же. Действительно, Христос неизменен. Но для чего существует богословие? Для того, чтобы объяснить эту неизменяемость Христа, объяснить Христа в изменяющемся мире. Христос не меняется, меняемся мы. Меняется человек, меняется его восприятие. И мы видим это на примере последних нескольких веков, как быстро меняется сознание человека, как в общественной мысли, в социуме появляются какие-то идеи, которые пытаются исказить образ Божий. И, конечно же, богословие служит как раз таки тому, чтобы открыть неизменного Бога изменяющемуся миру. Поэтому богословие всегда стремится быть актуально. Но то, о чем говорили святители, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, оно тоже актуально, продолжает быть. Но мы должны стремиться к познанию этого великого богословского знания, которое они нам предлагают. А для этого, конечно же, необходимо преодолевать себя, свою немощь и стремиться проникать в те тайны, знания о Боге, которые предлагает нам Церковь. Итак, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Здесь говорится, прежде всего, и о тех знаниях, тех учениях, которые существовали как в времена апостола Павла, так и сегодня. Очень много различного, знаете, такого религиозно-информационного шума вокруг нас, различных суеверий, различных домыслов. Лучше всего держаться предания церковного, потому что все, что за пределами церкви, оно опасно и сомнительно. И не всякий может отделить то доброе, что может оказаться, ибо и святые отцы восприняли философскую терминологию и подчинили ее богословию, но для этого нужно быть всеми святыми отцами. Поэтому очень опасно, выходя за пределы церковного предания, самому идти искать путь к познанию Бога. Зачастую это оканчивается плачевно. Соответственно, хорошо благодатью укреплять сердца, а не какими-то чуждыми яствами. И далее он говорит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, и так далее, про тела животных. И здесь о чем суть? О том, что Ветхий Завет, он уже преодолен Новым Заветом. Именно те отношения старые, которые были в Ветхом Завете, они в Новом Завете преодолеваются новым вином. В мехи старые вливается новое вино, и оно разрывает мехи старые. Поэтому нужно выйти за пределы скинии. Как Христос вышел за врата, чтобы пострадать за людей, так же и мы должны выйти из ветхозаветного сознания, отношения с человеком и Богом, и в свободе, в свободном духе воспринять новозаветное учение о Боге. И так выйдем к нему за стан, нося его поругания. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Действительно, мы все путешественники в этом мире, все паломники в Царствие Небесное. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уз, прославляющих имя его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Итак, тезисно, что от нас требуется? От нас требуется восхваление, хвала Богу, подчинение Ему, лицезрение наставников в вере и добротворение, добродетель и общительность. Вот эти критерии, это критерии духовной нашей жизни в сегодняшней повседневности, к чему и призывает нас сегодня Церковь и, конечно же, прославляет своих великих святых, подвижников и богословов. С чем я вас и поздравляю. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова